Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем ваш текст. У меня уже несколько дней бобря, пишите вы, полная апатия. Постоянно хочу спать, у меня нет сил, хочется плакать. Ну тут, конечно... Тут чувствуется некая, знаете, такая потеря смысла. Тут чувствуется такая, знаете, кризисная немножечко ситуация. Кризисная немножечко атмосфера чувствуется, потому что... Подобное состояние, оно свидетельствует, как правило, о напряжении. Вот, есть определенная напряженность у вас. Дальше, идем. Это состояние началось с новых отношений с парнем. То есть, отношения с парнем для нас настолько важны, что влияют на ваше восприятие себя. Ну, здесь, опять же, можно говорить о том, что вы, вероятно, слишком, знаете, как... Слишком сильно растворяетесь в этих отношениях с парнем. Вот, может быть, слишком сильно, слишком... Слишком важны они для вас. В общем, отношения с парнем слишком сильно для вас они важны. И, ну, видимо, важность отношений, именно важность отношений, она и вас как-то вот подавляет. Хотя я, конечно, не могу ошибаться и могу быть не прав. Вот. То есть, слишком многое, слишком многое зависит от отношений с парнем. Слишком многое для вас от них зависит. Сначала все было идеально, но некоторое время спустя он стал проявлять признаки агрессии. Позволяет себе хамить, грубо со мной разговаривать. Ну, во-первых, некоторое время спустя это... Какое время спустя? То есть, что произошло, что он нашел с вами, да, вот, так себе объяснить? Что есть? Может быть, вы что-то сделали? Может быть, у вас какое-то недопонимание произошло? Может быть, ещё что-то было? Например, например, допустим, прошла страсть, такое, в принципе, что очень может быть, может быть вполне. То есть, вначале была страсть, вначале была влюбленность, теперь влюбленность прошла и человек, соответственно, начал проявлять себя настоящего, начал проявлять себя таким, какой он есть. Вот. Это, конечно, раскрывает его, безусловно, не с лучшей стороны, а вы отказываетесь принять то, что он, ну вот, он такой. Такой. Вот. Ну, возможно. А, дальше. Меня это очень обижает. То, что со мной грубо разговаривают и проявляют агрессию. Я так понимаю. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Эээ, с чем связана обида? Вот, ээээ, фактически, эээ, с чем связана обида? То есть, что она обида, я имею ввиду, из себя представляет? Почему вы, эээ, чувствуете, чувствуете, ну вот, чувствуете обид? Почему вы ее, почему вы ее ощущаете обиду обиду? То есть, у вас есть какие-то ожидания, раз. Вопрос в том, что это за ожидания. То есть, например, вы ходили, чтобы молодой человек, ну, к примеру, ваш молодой человек, да, с вами, допустим, ну, ну, вел себя, эээ, как-то вот, эээ, по-другому. Да? Возможно. То есть, вы, вероятно, хотите, чтобы человек, эээ, с вами был, там, более нежен, более ласков, да? Эээ, вот. Эээ, но вопрос заключается в том, в том, а может ли он, эээ, человек, может ли мужчина, вести себя, с вами, вот, так? Есть ли у него для этого ресурс? Это первое. Второе. Эээ, что вы делаете для того, чтобы свои ожидания, эээ, чтобы свои ожидания обеспечивать? Потому что, вот, то, что вы хотите, чтобы он вел себя с вами определенным образом, например, это, конечно, здорово, что вы этого хотите. Это, конечно, великолепно, что вы этого хотите. Но, если ничего не делаете для того, чтобы эээ, так было, если ничего не делать для того, чтобы эээ, ну, чтобы это имело место быть, если ничего не делать для этого, то я бы сказал, что ваши обиды, например, да, ваши обиды, например, они вот имеют по сути, ну, имеют по сути такой манипулятивный характер. Вот. Почему? Потому что вы ничего не делаете для того, чтобы те ожидания, которые у вас есть, вот именно те ожидания, которые у вас есть от человека, допустим, от жизни, те ожидания, которые у вас есть от самой себя, наконец, которые продиктованы вашими желаниями, чтобы это все реализовалось, чтобы это все, как бы, ну, чтобы это все получило реальное право на жизнь. Вот нет у меня такого ощущения, да, нет у меня такого ощущения, что вы как бы заботитесь о себе, что вы как бы говорите себе, ну, хорошо, хорошо, я не потерплю, я не потерплю к себе, вот, например, ну, например, такого отношения. Допустим. Вот. Смотрите, какая штука. Вот, собственно, это важный момент. Потому что если вы не делаете ничего для того, чтобы ваши ожидания оправдались? Если вы не делаете ничего для того, чтобы ваши ожидания как-то обеспечивались, если вы не делаете ничего для того, чтобы человек, как-то, может быть, считался с вашими ожиданиями с тем, что вы хотите, вот, то в таком случае вы, получается, обижаетесь, потому что имеет место быть некая вторичная выгода, вероятно, вероятно, повторюсь, вероятно. Я не утверждаю сейчас этого наверняка. Я думаю, что можно в том числе предположить, что вас задевает поведение, ну, поведение вашего молодого человека. Вот. Я думаю, что вас задевает в той или иной степени. Поэтому было бы неплохо, если бы вы раскрыли то, как конкретно вас задевает. Было бы очень неплохо, если бы вы это раскрыли, то есть раскрыли, как меня задевает поведение, моего поведение молодого человека, моего. Дальше. Я стараюсь все делать для него, во всех ничего от него не видим. Здесь, соответственно, возникает следующий момент. Вы стараетесь все для него делаете. Зачем? То есть, если вы стараетесь и все для него делаете, то, наверное, в таком случае, вы хотите этого. Ну, вы хотите этого. Наверное. Но получается, вот пока все. Получается, что вы делаете для него что-то, чтобы иметь возможность требовать от него. Я не думаю, честно говоря. Я не думаю, честно говоря, что это позитивная такая для вас история. Потому что отношения, они все-таки, ну, искренне. Они выстраиваются на искренности. Они выстраиваются на некой такой, знаете, спонтанности, если угодно. А у вас это получается так, что я для тебя что-то сделаю. Я для тебя что-то, значит, ну, для тебя постараюсь. Вот. А ты в ответ должен мне что-то делать. По сути, это отношения по расчету получается. Это первое. Второе. Вы игнорируете свой ресурс. Вы игнорируете свой ресурс. Вы игнорируете то, например, когда вам не очень хочется что-то делать. Если вы не хотите что-то делать. У вас появляются ожидания. Ожидания появляются всегда, когда человек делает что-то через силу для другого, для кого-то. Вот. И, в общем-то, это говорит о том, что вы себя обесцениваете. Точнее как, вы готовы сделать всё, чтобы реализовать свои желания. Игнорируя при этом то, что метод, которым вы их удовлетворяете, является для вас, в общем-то, очень деструктивным, вредным. Я бы даже сказал. И вот здесь, вот здесь, на мой взгляд, нужно тоже поисследовать. Как и почему вы пришли к такой позиции. То есть, как и почему вы выбрали такой способ удовлетворения своих потребностей. Совершенно очевидно, что это именно способ. Совершенно очевидно, что это именно модель поведения такая. То есть, я буду для тебя что-то делать, а ты, в ответ, обязан всё это делать для меня. Вот. При том, что я демонстрирую тебе некую такую свою, ну, позицию жертвы, позицию зависимого человека. Самое всё равно, мне это очень нужно. Дальше, значит, в ответ или не в ответ, от него я ничего не вижу, а должны видеть? Если да, то почему? Почему вы считаете, что должны что-то видеть от него? Почему? То есть, вопрос, он, вот в этом и заключается, собственно говоря. Почему? Почему вы считаете, да, что молодой человек вам что-то должен? Он, может быть, и должен, может быть, но он даёт вам то, что может, а вам этого мало. Может, он сам по себе такой агрессивный человек, грубит и так далее. Вопрос в том, опять же, чего вы ожидаете. Спустя два месяца таких отношений у меня теперь такое состояние. Я не знаю, как вы, как вы все себя можете начать принимать антидепрессанты. Татьяна, а вы, вот скажите честно, вы считаете, что человек изменится? Вы считаете, что человек станет другим или как? То есть, вот, ваш набор вариантов поведения, да, ваш набор, набор вариантов поведения, он не предполагает того факта, что вы, вот, ну, что вы, готовы, например, с человеком расстаться, да, что вы готовы рассмотреть возможность того, что не подходите друг другу, друг другу, например, например, не подходите друг другу и так далее. То есть, вот, как-то ничего этого здесь я не увидел у вас. То есть, по сути, вы говорите, вы говорите, что я буду дальше терпеть. Вот, по сути, вот, тоже то, как я это вижу. Вы говорите, я буду дальше терпеть то, что, вот, ну, то, что происходит. Я буду дальше терпеть и, как-бы, все нормально. Ну, так, а, вот, тогда и вопрос возникает, возникает к вам. Ваше состояние, оно, не двусмысленно, демонстрирует, что, а, то, что сейчас происходит. Это не совсем, ну, не совсем полезно для вас. То, что сейчас происходит, да, это не совсем для вас вообще полезно. То, что сейчас происходит, это, вообще говоря, вредно даже для вас. Ну, и, соответственно, хочется спросить, в таком случае, что вы и как вы будете с этим делать. Дальше. Да, только вам ответить можно, только вы можете, точнее, ответить на этот вопрос. Что у вас общего с молодым человеком, кстати? Что вас объединяет, что вас связывает с ним? Подумайте об этом. Вы любите, с чего вы хотите? Вы просто проследите за своими желаниями. Последите за своими желаниями. За своими потребителями. За своими потребителями. Вот. Проследите за ним. Я думаю, что это будет, как минимум, не бесполезно для вас. Как минимум. Вот. Понимаете? Потому что, сейчас вы достаточно слепо относитесь к своим желаниям. Я думаю, что это связь связана с тем, что вы себя не до конца понимаете. Но в этом вам может помочь психолог. В любой из тех, кого вы выберете на нашем ресурсе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.